ВЗЛЁТНАЯ ПОЛОСА Был, конечно, и Дональд Трамп И примечательно, что почти половина россиян уверены, что Россия выиграла Первую мировую войну В Европе на этой встрече звучало несколько речей на разных языках мира Звучали слова памяти на французском Звучали слова памяти на немецком Процитировали Эриха Мария Ремарка Процитировали воспоминания китайского кавалериста Слов на русском языке в Европе 11 ноября не прозвучало 2018 года Почему? Как тебе кажется? Не знаю, мне просто кажется, что для европейцев это нормально не давать слово русским Это, ну, к сожалению, так Для европейцев, к сожалению, нормально вообще как-то принижать роль России в тех или иных событиях Не замечать ее Ну и потом, знаете, все-таки Первая мировая война для Европы Была, наверное, последней такой вот войной Где еще худо-бедно как-то может быть местами соблюдались Какие-то немного эти самые рыцарские традиции Но это вот прям совсем чуть-чуть Где еще как-то они... Пока химическое оружие не использовали? Ну, во-первых, пока не использовали химическое оружие Пока не открыли первые концлагеря и так далее, и так далее Вообще, мы, конечно, до унизительного мало знаем о Первой мировой войне И то, что мы до унизительного мало вообще говорим о Первой мировой войне у себя внутри страны И, к сожалению, то, что в Европе не звучали слова сейчас в Париже на русском языке Отчасти здесь, в общем, есть и наша ответственность Это и наша... А это некая экстраполяция нашего отношения к Первой мировой войне Штука ведь в чем? Вот я упомянул концлагеря Допустим, знаем ли мы, что первые концлагеря в Европе Открыли именно в Первую мировую войну Открыли их для русских Для жителей Прикорпатской Руси, так называемой Обычно это место называется Галиция Это сегодняшний Львов Это Ивано-Франковск Это Луцк Вот вся так называемая Западная Украина На самом деле это Прикорпатская Русь Всегда называлась, в общем, еще в средневековой географии Более того, даже когда эта территория принадлежала Польше Воеводство со столицей во Львове называлось воеводство русское Вот, жители этих территорий называли себя русскими Чуть позже русинами То есть, когда эти территории попали под власть Австро-Венгрии Люди стали называть себя русинами Это некая транскрипция слова «рутэн» Да, то есть русский Но, тем не менее, они были этнически русскими Они говорили на русском языке Часть из них были греко-католики Большая часть переходили в православие Но, в общем, они в большей своей массе Стремились к тому, чтобы Как минимум духовно объединяться с Россией Первый памятник Пушкинам, например, был поставлен В Прикорпатской Руси, да? На сегодняшней Западной Украине В одном из сел Львовщины Ну вот, и прямо в первые дни Первой мировой войны Австрийские власти всех этих людей Начали массово арестовывать Как русскую интеллигенцию, так и русских крестьян И загоняли их со страшной силой в концлагеря Два концлагеря Терезина и Талергов Которая находится на территории сегодняшней Австрии Там люди подвергались невероятным унижением И массово... Ну, то есть их просто морили голодом, да То есть тогда прогрессивная Европа Еще не дошла до печей До вырывания золотых зубов До отбора крови у детей Для того, чтобы делать сыворотку для воюющих солдат К этому ко всему прогрессивная Европа Придет позже, во Вторую мировую войну А в Первую мировую Ну, вот так просто людей морили голодом И всячески унижали Кстати, в этом и во всех этих этнических чистках И в охране концлагерей Активное участие принимали те русины Которые начали считать себя украинцами То есть слово украинец Тогда еще не означало Только этническую принадлежность В общем, скорее, это была принадлежность политическая Потому что, например, там же на Западной Руси На Львовщине Еще в 20-е годы существовала Русско-украинская политическая партия Или, например, был там такой деятель В конце 19-го века Амельян Партицкий Который говорил Что нам нужно везде развивать Вот так называемый украинский язык То есть Кодифицированный местный говор Кодифицированный местный русский говор И возглавлял он вот такое вот товарищество Местных учителей Сторонников украинского языка Которое называлось Русско-язычное товарство Вот То есть украинский, русский Все это тогда были достаточно расплывчатые там термины Ну, в общем, так или иначе Людей, которые считали себя русскими Которые читали Пушкина У которых дома была книга Например, Библия на русском языке Или Достоевский на русском языке Их просто брали и сажали в концлагере А вот это Вот это То, какая была Первая мировая война И то, что мы о ней не помним И то, что мы знать не хотим Например, у нас есть памятники Кому угодно У нас есть памятники Погибшим где угодно У нас есть памятник В общем, даже русским воинам Сражавшимся в Первую мировую войну Но, к сожалению У нас нет ни одного памятника Русским людям Которых убивали в концлагерях Исключительно за то, что они русские Поэтому, ну, стоит ли удивляться тому Что в Париже, наверное Не звучат речи на русском языке Есть ведь еще очень важная вещь Касающаяся Первой мировой войны Россия, пожалуй, была единственной страной Которая вступила в Первую мировую войну Не имея никаких стратегических задач Не имея никаких геополитических задач Не имея никаких глобальных целей То есть Россия, вступив в Первую мировую войну Фактически выполняла роль Этакого парового катка Или некого, знаете, танка Времен Первой мировой войны Вот этого огромного с гусеницами Который должен был перемолоть собой Германскую военную машину Все страны, абсолютно все Свои цели имели Вот про Россию этого сказать нельзя То есть Британия и Франция Хотели поделить немножечко Османскую империю Не дать немцам построить железную дорогу Берлин-Стамбул-Тегеран Которая создала бы угрозу Британской Индии Создала бы угрозу того Что немцы завладеют Нефтяными месторождениями Сопотамии постепенно Были стратегические цели Свои и у проигравшей страны То есть и у немцев И у Османской империи И так далее А вот у России таких Стратегических геополитических целей не было А для чего Россия вступила в войну Ну, в общем, объяснить достаточно трудно Это не отменяет героизм русских солдат Это не отменяет невероятного мужества Русских людей Которые сражались на фронтах Это не отменяет миллионных жертв У нас в комментариях вспоминают Защиту крепости Осовец Да, безусловно Да помимо защиты крепости Осовец Можно слушать и почитать Фронтовые стихи Николая Гумилева И понять, что Ну, в общем, это действительно была война Она ничем не отличалась, наверное, по накалу По внутреннему напряжению От Великой Отечественной войны 41-45-го годов Но по целям К сожалению, никаких целей у России В этой войне не было То есть ключевая ошибка Российской империи Была совершена еще в 1907 году Когда Россия вступила в Антанту Вот в этот вот тройственный союз Который ей не давал ничего хорошего И скорее наоборот Окончательно ссорила Россию с Германией У Германии не было территориальных претензий к России До поры до времени То есть планы были Безусловно, планы были Но, тем не менее Если бы Россия не вступила в войну Возможно, что эти планы так и остались бы Некими измышлениями аналитиков Генерального штаба Германии И Австро-Венгрии А уже когда Россия вступила в войну Тогда вот эти планы стали осуществляться А именно немецкий его политик Пауль Рорбах Который как раз-таки обосновывал Необходимость строительства железной дороги Вот этой вот Берлин, Стамбул, Тегеран Он же заодно говорил о том Что от России необходимо оторвать Так называемую Украину То есть Южную Россию, Малороссию Таким образом Россия Лишенная выхода к Черноморскому бассейну Будет невероятно ослабленная И так далее И любой желающий может набрать Пауль Рорбах Украина, 1917-18 год Аналитий Генштаб Вот по этим хэштегам поискать Это на удивление похоже на то Что потом писал Бжезинский В большой шахматной доске Это вообще на удивление похоже на то Что в принципе сегодня происходит На Украине То есть Старик Рорбах Как написал тогда Так все это и продолжается Россия же вступила в войну Ну, защищая сербов И верно каким-то своим Союзническим обязательствам Был какой-то, наверное Какая-то мысль была У руководства России Что, в общем Вероятно По итогам войны Нам достанутся проливы Босфор и Дарданем Возможно Мы получим Какую-то часть Османской империи Но Эти, наверное Планы Какие-то поверхностные суждения Они не были Никак конкретизированы В последовательных шагах В последовательной тактике И стратегии Ведения боевых действий И это никак не было выражено В дипломатических действиях Российской империи И в итоге просто Страна воевала и воевала Непонятно для чего Самое главное Что вот это отсутствие идеи Объединяющей Объединяющей национальной идеи То есть, ну В первые месяцы Спасем братушек сербов Эта идея Как-то немножечко работала А потом все А потом началась рутина войны И нужно было Людям Простым Им хотелось понимать Для чего Весь этот бесконечный надрыв Для чего это тяжело Для чего это война Для чего оборона крепости Осовец Для чего Брусиловский прорыв Для чего эти рейды Русских казаков В Месопотамию И так далее Для чего Русский десант Во Франции высаживался Поддерживая наших союзников На Западном фронте Для чего И это все И ответа такого не было И когда Значит На разных Православно-патриотических Каналах Радиостанциях Всякие вот эти вот Деятели Говорят о том Что значит Злокозненные Носатые Иуда-большевики Совершили революцию В то время как Богоспасаемый русский народ Значит Ничего такого не хотел Это некое лукавство Русский народ Хотел понимать Для чего идет война А ответа на этот вопрос Власть ему давать Дать не смогла Почему в учебниках истории Нет об этом ничего Что первая мировая Как предтеча Революции 17-го года У нас вообще Многие слушатели Задаются этим вопросом Первая мировая Как предтеча Революции 17-го года Первая мировая Как предтеча Второй мировой Потому что Безусловно Версальский мир И Версальские соглашения И То Как Как была Поделена Европа После Первой мировой войны Это конечно В чистом виде Мина замедленного действия Под вообще Сложившийся миропорядок Там много есть О чем поговорить Например Например Доктрина Монро Доктрина Монро Американская Территориальная Она Стала одной статьей Она была упомянута В одной статье Лиги наций То есть Об исключительном Праве Соединенных Штатов На Южную Америку И вообще На все Американский континент И так далее То есть Все политические Искажения Приведшие К Второй мировой войне К Мюнхенскому Сговору 1938 года К войне Гражданской В Испании К итальянским Итальянской войне В Эфиопии И так далее И так далее Все это было заложено Тогда Почему Не уделяет внимания Не знаю Наверное Потому что Ну как-то Как-то мы неаккуратно Зачастую Относимся к своей истории Точно так же Как мы В общем достаточно внятно Не анализируем Правление Последнего русского императора Николая Второго Которого Одни называют Бездарным правителем И тряпкой Другие ходят С его Портретом Тире иконой Наверное Уже запутавшись Какому царю Они молятся Царю небесному Или царю земному Но Тем не менее Это знаете Как отношение к Сталину У одних он Демон и чудовище А у других Гиперэффективный менеджер Но Он не являлся Ни тем Ни другим Точно так же Как и Николай Второй Не являлся Ни тем Ни другим А проанализировать Вообще политическую ситуацию В России Во время правления Николая Второго Проанализировать Как вела себя Русская интеллигенция Во время первой Русской революции 1905 года Что предшествовало Русской революции Реакция Как боролись С терроризмом И так далее А как Обходили со свободой Прессы Как выстраивали Парламентаризм Это все Очень-очень Важные уроки Которые мы К сожалению Пока не выучили То же самое Первая мировая война Это урок Который Вроде Мы как-то Немножко пробежали Но не выучили А не выучили Невыученные уроки В общем Имеют такое свойство Щелкать по носу Потом Нерадивых учеников И в этом смысле Нам бы конечно Первую мировую Проанализировать И сделать выводы И ключевой вывод То что Это кстати Не только для политиков Не только для больших Сверхдержав Не только для империи Это и для обычного человека Даже в семейных отношениях Даже в бизнесе Ключевой вывод Что А не имея Тактики В краткосрочном На короткой дистанции И не имея стратегии В длинной дистанции Можно даже Не влезать Ни в какое дело Потому что Все равно Это все Закончится Крахом И провалом И не понимая Чего ты хочешь Получить в конце Не предприняв Ряд шагов Для того Чтобы получить Именно это В конце Того или иного Мероприятия В общем ты рискуешь Закончить войну Так же как Закончила Российская империя А именно Полным развалом Но нам про это пишут Людмила написала Так нас позвали Как пушечное мясо Мы друзьям В кавычках Помогли А они нам нет Уничтожили всю армию А себя защищать Уже было некому Мало того же Друзья нам не помогли Нас друзья еще Пытались добить Потому что Если мы вспомним Ответим себе на вопрос Задим вопрос И ответим Кто же интересно Оккупировал Россию После первой мировой войны Вот когда у нас Началась революция И полнейший развал Кто же это был Неужели это были Злокозненные немцы И турки Ну турок то вообще не было Немцы оккупировали Часть Малороссии Тире Ну пусть ладно Скажем По современному Украины С австрияками вместе Собственно и все А весь юг России Все за Кавказье А русский север А именно Мурмаск Архангельск Это все были Наши союзнички Французы с англичанами Кто оккупировал Дальний Восток Опять же Наши союзнички Японцы Которые Ну они же Нашими союзниками Были в первой мировой войне Японцы Да американцы У американцев И даже медали есть За вот эти вот Экспедиции На русский север В восемнадцатом году Кстати Там же на русском севере Англичане же построили Страшный Ну просто невыносимый По своим условиям Содержания Концлагерь Мундиук И там погибло большое количество Большевиков Или заподозренных В связях с ними Обычных местных жителей А кто же пытался Оккупировать Русский Туркестан Неужели это были Турки Или Прости господи Иранцы какие-нибудь С афганцами Нет Это опять же Были англичане Корпус генерала Малисона Вместе То есть Там кавалерия пехоты Корпус разведчиков Вот они Первым делом Перерезали За Каспийскую Железную дорогу Была миссия Британских разведчиков Джеймса Белли Британского разведчика В Ташкент И в Бухару И после того Как красные Не кто-то Не белые А красные Выкинули к чертям собачьим Оккупантов С наших территорий Из Туркестана Фрунзе Насколько я помню Выкидывал Именно британцы Британцы Спонсировали Как сейчас бы сказали Вот такой вот ИГИЛ Начало 20 века Именно басмачей Они же финансировали Боевиков Поэтому Еще наши союзники Союзники В кавычках Они же Вооружали Армии Белой армии Для того Чтобы гражданская война Была Еще более ожесточена Еще более Накалена И в 20-м году Именно Инструкторы Наших союзничков Науськали Польшу На войну С Советским Союзом И польский поход На Киев После чего Началась Неудачная Польско-советская война Неудачная Для Красной армии Но тем не менее В общем Из Киева Поляков выгнали Так вот Это тоже Все союзнички И это кстати Ничем не отличается От их поведения После Второй мировой войны Мы же так говорим Мы союзники Антигитлеровской коалиции Ну я вас умоляю Какая антигитлеровская коалиция Эти ребята заключали договоры С Гитлером В 36-м 37-м 38-м годах Это они вместе с Гитлером Разделили Чехословакию Когда нас обвиняют И говорят А вот Сталин Подписал с Гитлером договор Так это когда было-то Сталин был последний Кто заключил Какой-либо договор с Гитлером Последний До этого уже С Гитлером Совершили Все возможные И невозможные И приличные И неприличные Политические акты Естественные И противоестественные Все европейские лидеры Все европейские страны Так вот После войны Все эти союзнички Которые во время войны Как-то нам Как бы помогали Часто вспоминает вот наш либерал Ленд-Лиз, за который мы золотом платили. И расплачивались очень долго за Ленд-Лиз, за американские консервы, за поставки оружия, за все. Советский Союз ведь платил, и платил очень дорого. Это я только про деньги. Я не беру даже стоимость, это невозможно оценить, стоимость наших человеческих потерь. А кто выкормил Гитлера? А кто дал ему финансовую, промышленную мощь? Это случайно были не американские компании, это случайно были не британские банкиры. По странному совпадению, ни один из заводов General Motors, ни один из заводов компаний, где были американские акции, союзники не бомбили. Вот Дрезден разбомбили так, что огненные вихри гуляли. И американский писатель Курт Воннегуд, который стал свидетелем этого всего, написал потом «Крестовый поход детей», именно ужаснувшись тем, что он увидел, когда был мальчишкой в немецком плену. Вот. Так вот, после войны наши союзники сразу же начали придумывать планы, чего? Правильно. Нападение на СССР. Их было несколько. Это и планы дропшот, и планы немыслимые. То есть и план массовой бомбардировки 20 промышленных центров СССР, и потом ядерной бомбардировки, и наземного вторжения, и так далее. Именно для этого всю эту власовскую, НТСовскую сволочь американцы держали долго на своей территории, в лагерях для перемещенных лиц. Из них готовили создание армии прорыва против СССР. Из них готовили оккупационную администрацию. Так что, и другое дело, что отличие Первой мировой войны и Великой Отечественной войны для нас как раз и состоит в том, что в Великой Отечественной войне, Второй мировой войне, у нас была четкая, объединяющая идеология, у нас была четкая, объединяющая идея. Она была совершенно наднациональная. Она была абсолютно прозрачная. И она была настолько вдохновляющая, что мы, воюя, ну, по сути, против всего сегодняшнего блока НАТО, не имея никакой экономической, финансовой подушки, мы их разгромили, вот, потому что мы знали, что наше дело право, и победа будет за нами. И эта идеология, хочется кому-то или не хочется, но эта идеология напрямую связана с идеологией, это идеология коммунистической партии, это та идеология, которая заложена Моральным кодексом строителей коммунизма, это та идеология, которая выражена в речах и работах Ленина, Сталина, и это та идеология, которая выражена в прикладных делах, от совершенных советской властью. В строительстве школ, в массовой распространении грамотности, в индустриализации, в разрушении крестьянской общины. Обычно в этом видят какой-то хатонический ужас, но на самом деле тот же Алексей Максимович Горький невероятно приветствовал разрушение крестьянской общины советской властью в годы коллективизации, потому что, ну, в общем, полагал, что крестьянская община... Это то, что губит нашу культуру. То, что... Даже не то, что губит нашу культуру, а то, что не держит нашу страну в каком-то средневековье. Вот и все. И можно как угодно с позиций сегодняшнего дня говорить о том, что это было плохо, это было неправильно, это кошмарная идеология, она разрушительная и так далее, и так далее. Но именно эта идеология позволила нам объединиться и выиграть в Великой Отечественной войне, а не какая-то идеология, как пытаются нас убедить всякие наши необилогвардейцы с разных, значит, каналов, что, дескать, это вот обновленная императорская армия воевала и выиграла в Великой Отечественной войне. Ну, можно, конечно, в измененном состоянии сознания придумывать все, что угодно, но факты-то говорят об обратном. Факты говорят об обратном, и если мы сравним в Первую мировую войну, вот, например, пытались мобилизовать киргизов. И тут же случилось в 16-м году, на тыловые работы, тут же случилось в 16-м году киргизское восстание. Ну, оно было в значительной степени инспирировано турецкой разведкой, там, в общем, был фактор религиозный, ваххабитский. Тем не менее, восстание случилось, резали русские поселения по северному берегу Сыкуля, на монастырь на русский было нападение, там много чего. Сейчас в Киргизии пытаются из этого сочинить такую героическую историю, какую-то героическую историю невероятного народного подвига. Спустя каких-то 30 лет, даже меньше, даже меньше, 20 с небольшим лет, те же самые киргизы по призыву идут в военкоматы, идут в армию, идут и умирают под Москвой, останавливают армию фон Бок, потому что 28 панфиловцев, вообще панфиловская дивизия, она собрана из тех самых киргизов. И девочка-снайпер Илья Молдогулова, обычная казашка, на фронте, идет и высаживает одного немца за другим. То есть, смогла советская власть предложить всем, и грузинам, и якутам, и русским, и татарам, какую-то такую идею, за которую люди пошли и стали сражаться. А вот царская Россия эту идею предложить не смогла, потому что никакой идеологии в этой войне не было. То есть, обычный русский человек или нерусский, он не понимал, для чего все эти тяготы и лишения, для чего нужна война. То есть, как я вижу сегодня, например, российское руководство достаточно четко понимает, какие цели в итоге ставятся, ну, скажем, в операции в Сирии. То есть, никакой романтики по спасению, как часто нам пытаются говорить, вы спасаете диктатора Асада, никакой романтики в этом нет. Никакого Асада, тем более, во-первых, он не диктатор, во-вторых, никто конкретно Асада не спасает. Речь идет о спасении, в первую очередь, нас самих от хаоса и нестабильности на наших границах. Ну, и от массовых атак террористов. Это первая задача. Там есть и политические, и геополитические задачи, и укрепления в Средиземноморском бассейне и так далее. Но это вот очень далеко от простого человека. А для простого человека понятно, да, что чем больше там уничтожено боевиков, тем меньше их приедет сюда. А что, как возвращаясь к вопросу Первой мировой войны, почему мы до сих пор не изучаем, ну, да, такое-то, это очень серьезный пробел, потому что там есть что поизучать. Там есть... Может, гордиться нечем, поэтому и не изучаем? Вот есть такое мнение среди наших слушателей. Ну, странное мнение, нет. Почему? Гордиться подвигом русского народа, да, и здесь именно русского народа, я не оговорился. Потому что русская армия, она была именно русской. То есть, ну, фактически там, как тогда писали, инородцы в армии-то не призывались. То есть офицеры были, да, было много офицеров шведов, были много офицеров из немецких переселенцев, было много офицеров финнов, ну, как Маннергеем, например. Да, ну, они... Весь XIX век из них формировался офицерский корпус. Например, Пистолькорс был атаманом, по-моему, Оренбургского или Уральского казачьего войска. Хотя Пистолькорс, ну, какой он? Так, это понятно, что не казак. Но, тем не менее, командовал казаками и воевал в туркестанских походах так, что признали за своего. А армия-то формировалась из призывников, грубо говоря, и резервистов русских. Вот и все. И гордиться можно. Гордиться подвигом русских солдат, русских офицеров, и оборонной крепости Осовец, и гордиться подвигом русских авиаторов, которые героически воевали. Ну, и тем, что, слушайте, появилось... И Нестеров впервые таран. И Нестеров, и дальняя авиация появилась. Наш, например, самолет Илья Муромец. Ну, не было же никаких аналогов. Ну, про Нестера-то вспомнили только уже во времена Великой Отечественной заново, по большому-то счету. А про многих вообще до сих пор не вспомнили. Вот ведь какая ерунда. Понимаете? И, например, Шкуров, который в годы гражданской войны воевал... В годы гражданской войны воевал на стороне белых, потом вообще воевал на стороне Гитлера. А в годы Первой мировой-то он, в общем, командовал своими казаками. И те отчаянно воевали на Западном фронте. Отчаянно воевали с Австро-Венгриями. Просто невероятно героически. Ну, жесток. Как? Да это даже следует из его воспоминаний. Но, тем не менее. Понимаете? Например, вот, возвращаясь к вопросу русской Галиции. Когда она была захвачена русскими войсками, русские войска встречали крестными ходами. Русины, греко-католики, они встречали русские войска крестными ходами, хлебом, солью. Когда русские войска были вынуждены уходить из Галиции в 16-м году, больше 300 тысяч человек, которые считали себя русскими, русскоязычными или русскими по духу, которые не хотели превращаться в украинцев, которые понимали, что их ждет, они ушли оттуда. Они просто сели на подводы со своими семьями и ушли на территорию современной Украины, центральной полтавщины, на территории Малороссии. Так вот, для того, чтобы дать этим беженцам уйти, это в воспоминаниях Деникина есть, русский отряд больше 12 часов держал оборону, чтобы люди могли перейти через мост. Чтобы эти беженцы, тысячи беженцев, они шли и шли, и шли, и шли, и шли через мост. А мост нужно было взрывать. Понимаете, это сценарий, на самом деле, сценарий фильма. А работа русской разведки накануне и во время войны, это тоже повод для гордости. Работа русского сыска внутри, работа русской контрразведки против различных деструктивных элементов, которые пытались развалить империю. Это все тоже, это повод для гордости. Мы всегда можем гордиться собой. И в общем, в общем, русские люди, воюя, они, конечно, знали, даже в Первую мировую, что наше дело правое. И победа была бы за ними, если бы не бездарное руководство. И это тоже следует помнить. Радио России Редактор субтитров А.Семкин